И всё, привет ребят, с вами Старвайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящённый игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать то, чего говорят, что нерфить не будут. Мы возвращаемся к нашему замечательному рикошету Гелиусу, берём к нему сегодня Диктатора и берём, конечно же, Дрон Кризис. Будем сегодня делать супер грязную тушёночку в матчмейкинге по резистам, я думаю, что мы возвращаемся к дефолту, а именно к резу Рикошет, Гром, Тесла, пикаем любую матчмейкинговую катку и посмотрим, что у нас получится. Как сказал Орех, Рикошет находится в полном балансе, и Гелиус никто нерфить не будет, хоть я считаю, что это лютейшая просто имба, лютейшая имбище, и имбище, от которой в последнее время даже начали брать намного меньше резистов. Посмотрим, что у нас будет в рамках этого боя, ну и понятное дело, что я буду стараться дать как можно больше киллов, как можно больше урончика и как можно больше баблоса заработать. Сегодня у нас начались уже повышенные фанды, поэтому самое время делать грязюлю и зарабатывать как можно больше кристаллов. По сути у нас все шансы на это есть, запикивался в каточку, два резиста от Рикошета, два реза от Рика, офигеть! Просто как теперь не берут резы от этого устройства, я честно не знаю, но для меня, конечно, это очень и очень хорошо. Посмотрим, насколько мы сумеем бомсануть, ну и посмотрим на реализацию этого Гелиус Рикошета как раз таки с Диктатором. Под критами здесь тоже будут залетать супер сочные выстрелы, и там единственное, что нужно будет делать, это не так быстро накидывать шарики, чтобы не разрядить весь баллон и остаться пустым с критами. На протяжении этих 10 секунд я думаю, что у нас будет шанс неплохо так бомсануть. Падает овердрайв на центре, сразу выпушиваем в него и будем стараться его забирать. Хорошо, мне ничего статус эффекта его не дал, я не знаю с чем он играет, наверное, с пробитием, раз по мне ничего не прилетело. Ну и пробуем вкидывать домашку вкусную, даже если честно, хочется больше под саппортинг сыграть. Хочется под саппортить тиммейтом, а не самому увозить, и чтобы уже от этого саппорта мы делали заходы. Ну ладно, вжимаем овердрайв соло на себя, есть тут противничек с броненосцом, так и, ну нормально в принципе, пойдет. Еще бы я раздал бы этот овер, чтобы очки получить с тиммейта, было бы еще лучше. Ну так, в принципе, первое, прощупывание первое пошло, неплохое. Так, рельса под овером, так, у викинга здесь есть рез от Рика, и он хочет в меня, конечно же, въехать. Знакомый, кстати, у него никнейм какой-то, где-то я этот ник видел, мне так кажется. Почему-то он сейчас даже откатывает от меня, ну ладно. Окей, пробуем накидочку демонстрировать. Резов от Рикошета больше не становится. Это, конечно, меня не может не радовать. Если резов не будет, то это будет только и только лучше для нас. Так, гауссы уже начинают работу свою демонстрировать. Титанчик пытаются увозить. Будем сейчас пробовать что-то здесь делать. У меня аптечки нету, жалко. Раз килов уже за 3 минут, неплохо пойдет. Вердайв на центр, что упал, что я провтыкал его. Можно было на него акцентик тоже сделать. Так, миночки хорошо хавают наши противники. Так, лаг какой-то у викинга. Так, шафта быстренько сбриваем. Викинг чуть-чуть лагает, поможем ему выйти на респ, чтобы у него чуть-чуть попроще вся ситуация была. Так, и надо взливать вот этого молодого человека, который играет на супер-мега лучшем дроне, который называется Защитник. Так, сливаем его. Но ввести в этой ситуации уже шансов у нас нет. Ну, 18 килов за 4 минуты. Очень хороший результат. Посмотрим, сколько мы вообще в рамках этого боя сумеем здесь накидать. Блин, сейчас разрядочка, конечно, не супер вкусная была. Но ладно, овердрайв сейчас у нас будет. И по-хорошему мне бы его прожать так, чтобы раздать еще на тиммейтов. Но я так понимаю, что я сейчас буду его... Нет, не буду соло прожимать. Хотел соло жать, чтобы была реализация поинтересней. Так, возьмем, наверное, здесь сейчас овер от тиммейта. Чтобы очки с него получить. Не тру, прожимаю, чтобы доехать до оппонента. Первый слив есть. Второй слив есть. Третьего уже не успел доработать. Ну, шикарнее всего, конечно, прожимать оверку тогда, когда вы уже рядом с противником, чтобы все эти 10 секунд реализовать. Но в той ситуации у меня такой возможности не было, как я посчитал. 25 килов уже есть. Наш тиммейт почти увез флаг. Флаг справа. Блин, возврат. Блин, обидно, что сейчас здесь противничек возвращает. И никто не смог. Олез рук, чел, пишет. Он болит. На 0.5 падаем. На диктаторе с 0.5 уже не подняться, к сожалению. Приходится делититься. Так, 26 килов. Поедем сейчас слева, попробуем зайти. Ну, дико вообще супер быстро копится овердрайв. Если играть с гелиусом, я думал, что будет подольше. Он копится, но он так копится очень быстро. Так что пробуем делать килочки. Занимать позиционочку правильную, грамотную. Доработать. Доработать. Хорошо. Доработали. Пробедчики отпускаем. 28 килов уже есть. 29 килов есть. То есть, просто эти семечки улетают, как я не знаю что. И никто даже не играет с резистом и трикошетом. Ну, для меня лично это, конечно, очень круто, что они никто не играют с резом. Но, так же и как-то очень странно. Да, то есть, ну, вот у вас и есть же это устройство. И почему уже никто его не использует? Я не знаю, честно не знаю. Но это вообще лютейшая им бища. Просто лютейшая. Под диктатором она еще и открывается немножко с другой стороны. Но, пока что реализации овердраймов прям жесткие не были. Да, то есть, были неплохие, но не жесткие. Жесткая бы и залетела бы реализация, если бы я бы зашел бы с кем-то прям в тайминг под прожатие овердрайва. Кстати, овердрайв падает на центре. Есть вообще возможность сделать очень грамотный мув. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это был самый печальный мув, который только мог быть. Жесть, я попал просто под Теслу с оглушением. Офигеть. Если бы сейчас раздал бы оверку и сверху еще добавил бы. Блин, это было бы круто. Это было бы очень круто. Так, противник сейчас у нас вернет влаг, скорее всего. Да, отлично. Плюс противник у нас сейчас не в позиции. Поэтому есть возможность набрить Магнума, набрить Гаусса и попробую здесь увозить. Есть тайминг на это все дело. Рельса стрелять будет, не будет, не знаю. Пробуем быстренько. Ай, дуплет. Рассчитывал на один выстрел. Блин, ну кто же играет на этих дуплетах в наше время? Ну я просто в шоке. Чисто типы на дуплетах играют. Так, у нас полбоя еще осталось. Целых еще полбоя. Кто-то тут радуется тому, что мы не можем увести факт. Но у меня есть ощущение, что у них шансов на этот увоз не было от слова совсем никаких. Поэтому как раз таки мы рано или поздно этот увозик здесь продемонстрируем. Рано или поздно этот увозик залететь обязан. Так, и шафт у нас уже этот увозик начинает. Страховочку бы шафту бы дать. Блин, найс, страховочка залетела. Наш тип просто в минус падает. Блин, ну и опять этот молот с дуплетом. 38 килов. У меня 650 очков. У второго нашего тиммейта 200. 260. На 400 очков меньше. То есть это в два раза меньше очков. В два раза. Просто в два раза. Офигеть. А, нет, какие два? В три раза. В три раза меньше. Жесть. Я, значит, еще даже мало взял. Блин, ну как они падают в минус? Тут уже можно было две или три увозика тушануть. Ребята падают по минусам. 700 очков. Есть шанс вообще здесь сделать очень большое количество. Здесь есть шанс очень большое количество сделать. Здесь есть шанс, наверное, 1200 тушануть. Может, даже больше, чем 1200. Так. Викинга сливаем. Отлично. 95% овердрайва. Сейчас боевой овердрайв. Еще прожать было бы вообще идеально. Желательно, конечно, под овердрайв, который будет падать на центре. Но. Не забываем про этот овердрайв на центре. То, что. Надо еще аккуратно смотреть. Чтобы опять не было такой титуевины. Которое произошло у нас в прошлый раз. Так. Паладин. Паладин. Брат, брат, живи, брат. Брат, 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 братишка. Книжка. Хорошо. Овердрайв. Лично. Первый килл есть. Второй килл есть. Третий килл. Должен быть. Переключаюсь на ДА. Лично. Наш тиммейт увозит. Доставка есть. Ну что, досмеялся? Досмеялся, дружочек мой. Как теперь ты смотришь на то, что ты уже сливаешь эту катку? Бля, как же шикарно еще залетает по резам, когда крит. Выходит. Прям сочный. Сорок семь киллов уже есть. Напишите, ребят, еще в комментариях. Часто вам встречаются противники, которые фонторезят, что они выигрывают, а потом по итогу катку сливают. У меня в последнее время таких противников стало и больше, и больше. Так, сорок девять киллов. Еще пять минут есть. Блин, еще бы я бы контролил центральную оверку. И было бы шикарно. Процент овер нужен. Сейчас нужен прям очень серьезный процентик овердрайва. Хантер вжимает овердрайв никуда. Думал слеть хорька, но я его и так успешно забрал. Магнум пикает. Хорошо забираем. Наш тиммейк уже флаг увозит. Васпик вражеский прожимает бомбочку. Прячемся от нее. И играем в него. Играем сразу в него. С расстояния его забираем. Шикарно. Бах, еще добавочка. Бах, еще добавочка по викингу, который ДД с респа жмет. Но у нее других возможностей, наверное, в той ситуации не было. Ну и гаусса мы здесь не забираем. 54 килла, 4 минуты до конца. Без единой доставки флага. Это шикарнейший результат для такого боя. При том, что у нас у второго 360 очков. Уже 900-ка есть. Отлично. О, наш тип начинает, кстати, их троллить. Это очень грамотный мув, что он сейчас начинает их троллить. Это очень грамотно. С его стороны. Особенно, когда ты выигрываешь катку и чуть-чуть рэштолка. Это та вещь, которая очень деморализует противника. Поэтому, с точки зрения грамотности, это очень хороший жест от нашего тиммейта. Так, едет паладин под меня. Выжимаем, конечно же, овердрайв, потому что у меня нет хп. И мы добавляем сверху криты. Титанчик с резом. Улетает на респ. Викинг улетает на респ. Харек улетает на респ. С разворота. Блин, не успел с разворота еще добавить. 1100! 1100! Ой, не 1100, 1060 очков уже есть. Три минутки до конца, овердрайв падает на центре. Добавочка. 1070. Хорошо, три минутки до конца. Так, еще есть. Еще есть добавочка. 1100. Так, хантера забираем. Очень хорошо, что он не повернулся в меня и не дал тычку. Сливаем викинга. И на добавочку сливаем еще одного викинга. Блин, ну как же не нагибает это устройство? Офигеть, какое же оно слабое. Кажется, мы начали забывать самую лютую имбу. Ну прям, ну начали забывать. Ну просто начали забывать имбу. Почему люди так быстро забывают такие сильные устройства? Почему так мало резистов от него? Я не знаю, честно. Но это прям ужасно. Просто ужасно. И как, как такое устройство может быть в балансе? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну как оно может быть в балансе? Но оно не в балансе. Оно очень сильное. Оно безумно сильное. Оно не может быть в балансе, когда ты можешь давать такую грязь. Не может. На нетре улетаю. Даже не буду ничего другого жать. Еще аптечка была. Рискую, рискую, рискую. Делаю полет Феникса. И полетик Феникса оказался удачным. Блин, пикнул под Хантера. Нет, нет, нет. Только пожалуйста не Водорат. Только пожалуйста не Водорат. Не расстраивайте меня. Офигеть, меня расстраивают мои тиммейты. Да, полетик Феникса. Ну надо было под аптечку вообще сыграть. Надо было играть под аптечку. Зря я там начал что-то импровизировать. Либо можно было просто подождать до овердрайва. Сыграть на Верочку, на аккуратную. Так, Хантер есть с Резом. Передо мной. По-хорошему мне вообще вжимать овер надо. Вжимать овер. Сливать Хантера. Блин, что за прикол? Не пережалась расходка. Офигеть. Расходка не пережалась. Самый нужный тайминг для меня. Грустно. Ну ладно, ничего страшного. Делай мы свои дали. Минута до конца. Еще одного овердрайва у меня не будет. Если не будет оверки на центре, то будет грустно. Но я так думаю, что по таймингу она примерно уже должна падать. Поэтому мы ее подождем. Попробуем ее еще тоже реализовать, забрать. И полноценно закончить этот бой на супер хорошей ноте. Еще 300 очков. Еще 300 очков. И это не предел. Далеко не предел. Я не сделал ни одной доставки в этой катке. То есть если бы у нас были бы еще доставочки дополнительно в этой катке. И подобранные овердрайвы с центра. Ух, ептить. Вот это была бы грязь. У меня бы сейчас уже было бы, ну наверное где-то 1600-1700 очков. За этот бой это был бы безумно жесткий результат. Прям безумно сильный результат. Так, хантера забрать обязательно надо. Хорошо. Плюс килл лишним никогда не бывает. 7 секунд до конца. И это был наш последний респ. 81 килл за катку, которой можно было дать 100. 15000! 15000! Просто сюда бабло! 15-ку в карманчик! Ептить! Как я давно не получал такие кристаллы! Супер жесткий рикошет! Просто безумнейший жесткий рикошет! И я не понимаю абсолютно, почему его не используют на постоянной основе игроки в матчмейкинге. Резистов уже нету! Я вчера, позавчера играл. От него уже резы не берут. От этого рика. И на нем перестают играть игроки. Я не знаю. Просто не знаю. Почему вы не используете его? Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого рика. Ну и как он может быть в балансе? Я тоже этого не знаю. Супер интересная комбинация. И комбинация, которая в моменте намного сильнее даже чем паладин. И с этим диктатором вы можете раздавать оверки как тиммейту, так и на себя самого. Плюс дополнительная аптечка. А вот, что касаемо паладина. Если у противника будет иммунки от пробития, которые сейчас начинают встречаться крайне-крайне часто. То как раз таки вы не будете иметь никакого дополнительного преимущества с этим риком. Если у противника нету броненосца. Ваша реализация будет на супер высоте. И вы будете бемсить большое количество кристаллов. Примерно такое же, как я дал в этой каточке. Обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и конечно же, конечно же, не забывайте про тег создателя контента. Который находится у нас в настройках нашей игры. В аккаунтике. Мой личный тег создатель контента. Тег тимбэ. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танконов. Вся информация по поводу тега есть в описании. Поэтому переходите. Участвуйте. Заполняйте форму. И выигрывайте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok